Приветствую моих светлячков. Сегодня я поделюсь с вами своей авторской техникой, которая буквально за одну минуту вернет вас в состояние ресурса. Меня зовут Ирина Гостева, я парапсихолог. Каждый из вас знает, что такое быть в состоянии ресурса. Ресурс – это прежде всего хорошее настроение, прекрасное самочувствие, это большое количество энергии и жизненных сил, которые можно потратить как на дела и задачи, так и на получение удовольствия и радости от жизни. Наоборот, отсутствие ресурса – это когда энергии нет, настроение на нуле или еще хуже в минусе. Самочувствие, мягко говоря, не очень, все валится из рук и даже самые приятные вещи и действия не приносят желаемый результат. Это состояние можно сравнить с персональным адом, и мы все его когда-то испытывали, а кто-то довольно длительно или даже на постоянной основе находится в таком состоянии, что крайне печально. Данная техника, которую я вам сейчас предложу, даст вам мгновенную смену состояния и возврат ресурса, но только при том условии, если ваш случай не затяжной и не клинический. Техник можно делать несколько раз в день и возвращать себя в рабочее и позитивное состояние. Если же у вас отсутствие энергии и ресурса затяжное, то причина лежит в глубоких подсознательных пластах и требует проработки со специалистом. В этом случае я могу предложить вам свои услуги сеансов по скайпу. Пишите в комментариях, и я вам подскажу порядок действий. А теперь переходим к мгновенной технике обретения ресурса. В ней используются знания о подсознательных кодировках как основе первичных энергий, запрограммированных в базовых настройках личности. Просьба поддержать меня лайком. Я очень стараюсь сделать для вас полезный контент и поставить лайк для вас ничего не стоит. Это займет всего пару секунд вашего времени. Спасибо. Итак, садимся удобно. Закрываем глазки. Внутренний взор направлен внутрь себя. Чувствуем свое тело. Внутренний диалог останавливаем. Делаем глубокий вдох и глубокий выдох. Еще вдох и снова выдох. Продолжаем глубоко дышать, замедлять дыхание. Ни о чем не думаем. Сейчас вам необходимо почувствовать свое внутреннее пространство. Пробуем увидеть его внутренним взором. Большинство людей это удается очень легко. Пространство может быть окрашено как в один цвет, так и в разные цвета, темный или светлый. Каждый цвет – это энергия определенной частоты, которая символизирует ту или иную внутреннюю потребность. Чем больше потребностей удовлетворено, тем больше ресурса мы имеем. И наоборот. Продолжаем разглядывать и созерцать внутреннее пространство. А теперь мы попросим подсознание показать нам конкретный цвет, который у нас сейчас в дефиците и который нам сейчас наиболее остро необходим. Подсознание, покажи мне цвет, который мне сейчас больше всего необходим. Цвет вы можете увидеть, почувствовать или просто знать, что он есть в зависимости от типа вашего восприятия. Далее, когда вы определили свой цвет, вы начинаете им окрашивать ваше внутреннее пространство и как бы погружаясь в него, сливаетесь с этим цветом. Как только ваша энергетика соприкоснется с энергией этого цвета, вы ощутите смену состояния. И новое состояние даст вам именно тот ресурс, которым вы именно сейчас так сильно нуждаетесь. У кого-то это спокойствие, у кого-то драйв и активность, у кого-то радость и позитив, а у кого-то романтическое настроение. У каждого может быть что-то свое. Теперь вы как бы вдыхаете энергию нужного вам цвета в себя и напитываетесь ей, убираете в каждую клеточку и каждое межклеточное пространство. Максимально насыщаете себя этой энергией. если после этого приходит другой цвет, то проделывайте с ним все то же самое. и когда вы восполните свои дефициты и получите нужные для себя состояния и настройки, то потихоньку открывайте глаза. Делайте глубокий вдох и постарайтесь не терять это ресурсное состояние в течение дня. Обязательно напишите в комментариях какой у вас был цвет и что конкретно вы почувствовали после слияния с ним. Пожалуйста, опишите, что было до и что стало после и как поменялось ваше состояние. А если вас интересует более подробно расшифровка каждого цвета и влияние его на вашу энергосистему, то пишите об этом в комментариях и я сниму для вас отдельное видео. Также, если ролик вы смотрите уже по прошествии какого-то времени после его выхода, видео, скорее всего, уже снято. Ищите его на канале или напишите помощнику Светозару и он скинет вам ссылку. Если же у вас затяжные состояния нехватки энергии, то приглашаю вас на сеансы по скайпу. Мы обязательно найдем причину и проработаем ваши проблемы. Просьба поделиться этим видео с друзьями и поставить лайк. С вами была Ирина Гостева. Я, как всегда, с вами не прощаюсь. До новых встреч! Редактор субтитров